всем привет вы на канале земля туманов от LK6 разберем сегодня тему которая я думаю является болью во многих местах у многих игроков поехали без долгих вступлений скажу лишь что серебро как говорилось в одном из видео ранее это является своего рода сдерживающий фактор чтобы игроки не смогли расти слишком быстро до несколько месяцев не появились космические цифры в нашем рейтинге мощи для кого-то это плюс для кого-то минус в любом случае сейчас будем разбирать что надо делать для того чтобы достать максимальное количество серебра в сутки одно из единственных источников в котором мы можем пока что на основном аккаунте достать серебро это наша биржа при лавке у нас будут выпадать вот подобные наборы иногда чуть поменьше больше не будет 75к это максимально что мы можем достать и можем обменять биржа вообще по своим свойствам она довольно уникальная часть игры поскольку если вы умеете с ней правильно работать в какое время обновлять какое нет то вы можете достать не только серебро а также ресурсы и другие полезные искупаемые также если вы занимаетесь очень часто войной и у вас допустим есть те же кристаллы в большом неограниченном количестве как у многих игроков которые также этим занимаются то вы можете доставать и телепортации скорый и прочие прочие вещи которые могут быть очень полезны в вашей игре но мы немножко не только для хранения а а а Итак, как вы могли заметить, то мы достали довольно приличное количество серебра. Сегодня это относительно хороший день, бывает иногда что дает меньше, иногда бывает чуть больше, но по сути мы достали всего лишь за сегодня где-то 250 тысяч, чуть меньше, но это довольно приятно. Это с одного аккаунта. Если у вас есть фермы, и я очень рекомендую, если вы игрок, то вы заходите в игру хотя бы несколько раз в день, я рекомендую все-таки открыть ферму, ее поначалу будет немного качать, это займет примерно несколько дней, если вы за это возьметесь. Но по итогу вы сможете заходить на 2-3 аккаунта, у кого у вас являются фермой, делать подобные махинации с биржей и вот у вас уже 250 тысяч серебра. также у нас есть пункт обмена, но там довольно все печально, дается около 6-7 попыток, и вы достаете довольно очень маленькую лучшую серебра. Также вы можете повысить уровень ваших серебряных лодников. Чем выше будет ваша лодензамка, тем больше их будет, тем они будут выкачаны. не менее, рекомендую перед тем, как вы собираете ресурс, подробным образом удостовериться, что там есть усиление на 24 часа. По очень простой причине, когда вы собираете без этого усиления, вы получаете в 2 раза меньше ресурса, чем с этим усилением. По сути, серебряных лодников вы достанете не очень много, но через неделю или две, если будете регулярно заходить, это вылится вам довольно круглую сумму, которую вместе вы сможете уже применить на своем основном аккаунте или уже даже если вы играете с основного аккаунта, ваш основной аккаунт получит большое количество ресурса. Также в последнем обновлении нам добавили в козер русалки, там добавили визуально будет выглядеть как сломанный корабль, там будет немного серебра, это небольшое количество, но вы наберете там, там, там и получится, как говорится, с ним по миру в какую-то сумму нормальную собрать. Также, наверное, скажу очередную вещь, но не упомянуть нельзя, это будет эффективно, особенно если у вас несколько аккаунтов, вы можете с каждого аккаунта раз в 9-10 часов отправлять на лудник своих солдат и они будут добывать вам какое-то некое количество. В данном сборе, которое отправил я, мне будет через 9 часов принесу 33 тысячи, если качать совместимость, если качать сам класс армии, то количество собранных ими ресурсов, а в данном случае серебро будет выше. Также вы можете заходить по несколько раз в день, ну, 2 или 3, я не рекомендую слишком много, а то вы уже окончательно думаетесь или поедете в решение от такого количества аккаунтов. Посылать, даже если рядом с вашим мульем нет плиток, посылать их на вот подобные уровни, собрать 10 тысяч, если вы заходите 2-3 раза в день, вы всего там, даже если он будет и долго, то это не страшно, потому что все равно в итоге вы получите где-то в день по 100-150, плюс-минус в зависимости от вашей посещаемости в ваших аккаунтах, вы получите такое количество серебро. Еще один метод, который можно упомянуть, но он не для всех, для ребят, которые вкладывают деньги в игру, это донат. Вы можете вот через подобную акцию, прошу прощения, вы можете через подобную акцию, особенно если у вас есть фермы, доставать около 400 или 450 тысяч серебра в сутки. Вы покупаете данный набор на 7 дней, делаете просто математику, сколько это выйдет, заходите каждый день, обновляете биржу, покупаете, забираете данный набор, и через неделю у вас уже, если у вас, допустим, три фермы, у вас будет солидное количество серебра, которые вы можете забрать. Если я ничего не упустил, то это пока что на данный момент единственные источники, откуда мы можем достать серебро. Конечно, сбор ресурсов и биржа. Если даже у вас нет времени заходить на ваши фермы аккаунты, как, допустим, у меня периодически бывает, то хотя бы посещайте раз в день, не обновляйте биржу. Вы сами видели, какое количество серебра мне насыпало только с одного аккаунта, иногда бывает даже больше. Не расстраивайтесь, если будет меньше. Рандом не любит никого. Будем надеяться, в ближайшее время раскопочек все-таки введут какие-нибудь дополнительные функции, по которым мы можем собрать это самое серебро. Хотелось бы все-таки усилить акцент на бирже, так как 100% видос на ней не будет, а элемент довольно важный, то оглушу его сейчас. Биржа – это не только источник серебра, это также источник дополнительных ресов. То есть, если у вас есть 20%, или 40%, или 60%, то вы, по сути, получаете халявный ресурс. То есть, вы можете покупать одно, продавать другое за процент, и потом этот же купленный процент вы можете покупать за него другое. И таким образом зарабатывать ресурс. Помимо этого, у вас тут есть подобные усиления на 24 часа, которые, в принципе, очень эффективны и очень нужны. И желательно, чтобы вы брали его отсюда, а не из магазина Альянса, потому что отсюда вы его достаете задешево, а из магазина Альянса вы тратите средства, которые Альянсу нужны для прокачки технологий. Также вы тут можете достать ускору, телепортацию, опыт, иногда под очень хорошую цену, иногда под очень. И тут нужно смотреть, как будет выгодно именно вам. И если вы открыли через подписку дополнительные 4 ячейки, то у вас будет к тому же еще дополнительный источник дохода довольно редких и выгодных предметов. Поэтому рекомендую не игнорировать этот элемент и тратить как минимум 8 попыток. Можно еще добить до 200, но не так, что там что-то выпадет, если у вас нет достаточно золота, то лучше этого не делать. Но до 8 попыток обязательно обновлять, потому что никакой другой аспект игры не стоит вложения в такого мало количества золота и откуда вы можете получить такое большое количество выгодных разных предметов. Я на этом закончу. И конечно же мне не нужно попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, так как вы это уже обязательно сделали до этого. Если не в прошлом видео, то хотя бы в начале самого видео. Я на это очень сильно надеюсь. Данное действие для вас не сложное, а для нас приятное. Всем спасибо за просмотр, удачной игры и пока-пока.